7 апреля будет праздник Благовещения. Ангел пришел к Деве Марии и сказал о том, что она скоро станет Матерью, самого Господа Бога. Я Наталья Радобская. Хотела бы сегодня поделиться с вами обрядом на исполнение желаний. Видите, у меня стоят веточки. Это веточки от трех разных деревьев. Вам с 7 апреля нужно будет утром встать. Не надо рано, просто встаньте и оденьтесь, и пойдите сорвите три ветки от трех разных деревьев. То есть по одной веточке с каждого плодового дерева, именно плодового. У меня какое дерево здесь? Абрикоса, вишня и шелковица. Может быть вы найдете грушу, яблоню и абрикосу. Не имеет значения. Главное, что ветки должны быть от трех плодовых деревьев. Число 3 волшебное, да? Как в сказке. Что нужно сделать? Поставить эти веточки обязательно в хрустальную вазочку. Налить воды и эту вазу поставить возле своей кровати. Ну так, чтобы вы ее не задели на пол, не ставьте. Можете ногой задеть и разбить, или там разлить воду. Может быть тумбочка или столик возле кровати. Вот что-то приближено к вам. И когда нальете водички, поставите и проговорите свое желание. Обязательно желание должно быть в утвердительной форме, как будто бы оно уже сбылось. Например, я работаю в такой-то компании. Либо я работаю над таким проектом. Я замужем за таким-то человеком. Такой-то, такой-то меня любит. Такой-то, такой-то ко мне вернулся. И у нас с ним семья. Все что угодно. Это как в анекдоте в 90-е годы. Новый русский поймал золотую рыбку. Говорит, золотая рыбка, сделай так, чтобы у меня все было. Золотая рыбка. У тебя уже все было. То есть загадывайте желание правильное. Правильный посыл. Нельзя загадывать. Я хочу, чтобы там это. Ну, ты будете, вы постоянно хотеть. Хотеть, хотеть. А когда вы говорите в утвердительной форме, вы это будете получать. После того, как вы произнесли один раз свое желание, говорите один раз такие слова. Новая жизнь наступает. Каждый день меня к победе приближает. Буду я мужчина мила да любима, чтобы суженный на руках носил и радовал делами. Каждый день вам нужно делать этот обряд. То есть не новые ветки срывать. Нет, эти же самые. Вы каждый день меняете воду, ставите веточки, говорите свое желание и произносите один раз слова этого обряда. Делать это нужно до Пасхи включительно. День Пасхи – это заключительный день, как сделали. Веточки сожгли, либо положили где-то, спрятали. Выбрасывать нельзя. И ждите. Дело в том, что результаты уже должны быть на Пасху. Но есть такой важный момент. Если у вас появились бутончики, знаете, когда листочки должны появиться, бутончик или цветочек должен быть, бутончик, это значит, что желание ваше исполнится очень скоро. Если появятся новые эти листочки, появились уже такие, смотрите, зелененькие, прям такие липучие, это значит, счастье скоро войдет в ваш дом. Первые результаты, как я сказала, будут на Пасху. Ну, например, девушка загадывает, чтобы к ней вернулся какой-то парень, ее любимые расстались. На Пасху он может ей позвонить или там написать, Христос воскрес, да, вот какое-то начало будет положено, что-то вот начнется. Вот вы заметите на Пасху, что ваше желание начинает исполняться. У кого-то может исполниться, у всех по-разному. Но вам нужно делать все очень правильно. Не позволяйте никому трогать ваши букеты, так скажем. Не позволяйте никому вместо вас выливать воду. Не переставляйте цветы с одного места на другое. Не нужно из одной вазы в другую. И только в хрустальной. То есть вам нужно сделать все так, как я рассказала. Не нужно мудровать и что-то от себя там делать. Вот если вы четко так сделаете, то все у вас получится. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами была я, ваша Наташа.